Сверхпроводниковая адиабатическая логика И немножко обсудим так называемые flying qubits Весьма интересная тема, которая обсуждается в последние годы весьма и весьма активно Но начну я с некого небольшого обобщения У нас на последних наших встречах много говорилось о различных наноструктурах Говорилось много довольно-таки о криогенных наноструктурах Говорилось о их применениях Но я опасаюсь, что на текущий момент у многих из здесь присутствующих В первую очередь у студентов не складывается некая общая картина Вы видите некие отдельные кусочки мозаики При этом они не собираются в нечто цельное Полную картину изложить не хватит и многих-многих часов непрерывных лекций Я просто попробую сейчас дать вам относительно связное изложение Касающееся применений так называемых джозефсоновских систем В комплексах как детектирования приема сигнала данных информации Так и обработки поступившего сигнала в системах обработки информации Базироваться я буду на замечательном цикле лекций присутствующего здесь Игоря Игоревича Соловьева Поэтому все хорошие и правильные картинки это к нему Потом пойдет некий горячий бред Это уже ко мне Далее по плану у нас сегодня было назначено научное обсуждение Обсуждение горячей темы, где у нас есть определенные любопытные результаты Но результаты эти еще не доведены до конца Нам казалось, что это может быть весьма полезно для участников Просто как взгляд со стороны на научную кухню К сожалению, случилась беда Я виноват Я вчера, поскольку у нас был дедайлайн по статье сегодняшнего докладчика Павла Пекунова Жестоко мучил, четыре раза картинки заставлял перерисовывать В результате бедный Павел опоздал на поезд И ему придется из Нижнего Новгорода участвовать в завершении сегодняшнего доклада Так что с этим связаны будут определенные накладки Прошу заранее прощения Итак, что за наноструктура будет стоять сегодня в центре обсуждения Это сверхпроводниковая наноструктура Так называемый Джозефсоновский контакт Гетероструктура Например, типа сверхпроводник, изолятор, сверхпроводник Как показан на сечении в нижней части нашего слайда Фотография, сделанная в микроскоп вида сверху Такой вот Джозефсоновской гетероструктуры Также приведена на слайде Видны характерные размеры И вот как раз на многих из предыдущих лекций Мы так или иначе с этими Джозефсоновскими контактами В частности, эти Джозефсоновские контакты Позволяют строить Очень любопытную, перспективную Быструю одноквантовую логику Которая базируется Ну естественно На том факте Что сверхток постоянный По цепям протекает Без сопротивления Это первое А второе Базируется С физической точки зрения Работа таких систем На том, что В любом неодносвязанном сверхпроводящем контуре Например, в представленном здесь На слайде Сверхпроводящем кольце У вас всегда имеется Целое число квантов магнитного потока И вот если мы Введем гетероструктуру Например, типа сверхпроводник Изолятор, сверхпроводник То мы, получается, в таком кольце Создадим слабое место Через которое кванты могут входить в кольцо Выходить из кольца И мы можем, например, отсутствие квантов в контуре Объявить логическим нулем Присутствие одного кванта Можем объявить логической единицей Главное достоинство таких систем Быстрой одноквантовой логики Состоит в высокой энергоэффективности При достаточно приличном быстродействии Вот эта вот древняя картинка С начала 2010-х годов Качует из одного обзора в другой обзор Демонстрирующая сопоставление По уровню диссипируемой мощности И быстродействия Между обычными полупроводниковыми суперкомпьютерами И сверхпроводниковыми вычислительными системами На всякий случай подчеркну Об этом мы потом скажем Что это все совершенно классическая логика Пусть вас не смущают слова квантмагнитного потока Здесь у нас всегда на Джозефсоновском контакте Такие макроскопические величины Как напряжение и ток Всегда хорошо определены Здесь нет речи о том Что это, скажем, в квантовом смысле Одновременно несоизмеримые величины Но при этом такие макровеличины Как ток и напряжение Завязаны на, например, вот такую вот величину φ Которая есть разность фаз параметров порядка По разные стороны от слабой связи На основе быстрой одноквантовой логики Создавались интересные апгрейды И мы как раз сегодня сосредоточимся На так называемой адиабатической сверхпроводящей логике Где в угоду сверхвысокой энергоэффективности Приносится в жертву быстродействие Примеры разных типов сверхпроводниковых логик Их позиция на плоскости параметров Быстродействия энергоэффективность Представлена на картинке в правом нижнем углу нашего слайда И вот такие Джозефсоновские системы Весьма востребованы Как, например, сверхчувствительные магнитометры Как часть, например, нано-магнитометров Нано-сквиды для исследования с высоким разрешением И с высокой чувствительностью магнитных полей Например, в нано- и микроструктурах На наших предыдущих семинарах Активно обсуждалось их применение для детектирования сигнала Если помните, говорилось и о терагерцовых приемниках Приемниках терагерцового излучения Говорилось и о однофотонных детекторах Которые настроены, например, на распространенную в квантовых коммуникациях Вообще в телекоммуникациях Длину волны 1550 нм Относящуюся к инфракрасному диапазону Но, в принципе, на основе Джозефсоновских систем Строят детекторы и в субтерагерцовом диапазоне частот И строят, например, полностью цифровые радиосистемы Которые позволяют принимать и тут же цифровывать И обрабатывать сигнал RF диапазона Радиочастотного диапазона На достаточно приличных частотах Например, на частоте 10 или 20 ГГц Также мы говорили с вами на этих лекциях О сверхпроводящих кубитах Я потихонечку уже подхожу ближе к основному содержанию данной лекции Эта тема весьма хайпевая в последние годы Определенные результаты получены И в создании, скажем так, программируемых Алгоритмических сверхпроводящих квантовых процессов Есть интересные результаты И в области создания адематических квантовых вычислителей Которые заточены на моделирование квантовых систем Например, на моделирование каких-нибудь потомков простейшей изинговой цепочки Причем мы обсуждали и нейромофные Джозефсоновские системы Которые, в принципе, интересно интегрировать с сверхпроводящими квантовыми вычислительными системами И всюду вот такая вот Джозефсоновская классическая электроника Может выступать как важная часть квантово-классического интерфейса Как соединительное звено между сверхпроводящими квантовыми вычислительными блоками И классическими, ну, например, обычными полупроводниковыми системами обработки информации Вот такое вот звено позволяет существенно упростить управление квантовым вычислителем Решив тем самым одну из самых серьезных проблем Которые стоят на пути развития подобных систем Ну, естественно, если мы говорим о каких-то квантово-классических интерфейсах То мы должны самое-самое серьезное внимание уделять энергоэффективности Вот здесь как раз суперэнергоэффективность адиабатических сверхпроводящих схем более чем уместна Итак, уточним определение Что я понимаю под адиабатической логической ячейкой В обычном случае, неважно, говорим мы о какой-то джизофсоновской вычислительной системе Или же мы говорим о каком-то стандартном логическом элементе на полупроводниках реализованном Так или иначе, там формируется бистабильное состояние Которое, ну, предельно примитивно можно представить в виде изображенного на слайде двухъямного потенциала И вот система находится, например, в левой потенциальной яме Это логический ноль В правой логическая единица Для того, чтобы совершить логическую операцию Ну, то есть перебросить систему из состояния ноль в состояние один Нам, ну, как минимум, нужно преодолеть вот этот вот потенциальный барьер Который, подчеркиваю, должен быть достаточно большим для того, чтобы тепловые флуктуации Энергия которых порядка КБТ Не переводила спонтанным образом у нас систему из одного состояния в другое Отсюда, кстати говоря, и знаменитый предел Ландаура Который в обычных вычислительных системах ограничивает снизу диссипацию в делении энергии на выполнение одной операции А здесь же можно попробовать все-таки этот предел Ландаура обмануть Что если у нас система изначально не имеет потенциального барьера Как показано на вот этих вот иллюстрациях Но мы контролируемым образом аккуратненько этот барьер формируем в процессе вычисления И помогаем, помогаем, подчеркиваю, системе выбрать одно из состояний Ну, например, состояние 0 и 1 Очевидно, что здесь в пределе может выделяться меньше энергии Чем при обычных неодиабатических операциях Если все проводить здесь, все манипуляции потенциальной энергии проводить бесконечно медленно То мы получим вообще в пределе обратимые вычисления Что крайне интересно с квантово-вычислительной точки зрения Ведь квантовые операции по определению обратимые И вот здесь надо вернуться к старым классическим работам Константина Константиновича Лихарева О так называемых параметрических квантронах на основе джозефсоновских систем Самый простой вариант такой системы представлен в самом центре данного слайда Сверхпроводящая кольцо, в который включен джозефсоновский контакт Критическим током, то есть джозефсоновской энергией, которого мы с вами можем управлять Ну, отсюда и слово параметрически управляемая система Поэтому это параметрон Как мы можем управлять критическим током? Ну, самый-самый такой вот тупой вариант в лоб Мы можем заменить джозефсоновский контакт на сверхпроводящий контур Содержащий два джозефсоновских контакта И в пределе малых индуктивностей это будет джозефсоновский контакт с управляемым критоком Причем величиной критока управляет вот этот вот ток И, показанный на дополнительной схеме И в результате мы можем, собственно, совершить ровно то, что и нам нужно для адиабатических операций То есть, в принципе, мы можем в схеме контролируемым образом превращать одноявный потенциал Одноявный потенциал в потенциал двухявный То есть превращать моностабильную систему в бистабильную Ну, дальше уже вопрос техники Как мы поможем нашей системе, нашему такому хитрому интерферометру выбирать левый или правый минимум двухявного потенциала Выбирать состояние 0,1 Интересный момент состоит в том, что вот такую вот наведенную двухявность, а вместе с ней и состояние логической системы Мы можем передавать на чипе Как в обычной джозефсоновской логике осуществляется передача информации из точки А в точку Б Но с помощью так называемых передающих джозефсоновских линий Вот схема показана у нас на слайде Давайте в самом таком примитивном виде разберем работу этой схемы Пусть в какой-то момент у нас дополнительный ток переводит вот этот джозефсоновский контакт в резистивное состояние Ну, то есть ток протекающий оказывается больше критическим Тогда окажется выгодно всему току распределяться, перераспределяться в системе В итоге у нас сформируется круговой ток, который, забавное, как бы совпадение по величине завязан на квантмагнитного потока F0 Но тогда получится, что вот этот следующий на схеме джозефсоновский контакт должен переходить в резистивное состояние А вот этот первый, самый левый в цепочке, возвращается в состояние сверхпроводящее В итоге у нас получается, что вот такая вот волна токов, ну и связанная с ней волна напряжений на джозефсоновских контактах Распространяется в системе из точки А в точку Б Но это в неодиабатической быстрой одноквантовой джозефсоновской логике так передаются данные Если мы перейдем к адиабатическим системам, то можно попробовать, отталкиваясь, ну например, от одной из простейших адиабатических ячеек От так называемого интерферометра сквида с отрицательной взаимной индуктивностью плеч Перейти к такой концепции передачи данных У нас здесь передается, если так можно выразиться, двухъявность потенциала То есть сначала двухъявный потенциал, ну и завязанный на него циркулирующий ток был в этой точке Потом передвинулся вот этот вот двухъявный потенциал в следующую точку, потом в следующую точку У нас как бы данные будут распространяться из точки А в точку Б Но как мы увидим, при этом это будет схема, основанная на работе адиабатической логики С куда меньшим энерговыделением Так, двигаемся дальше Так уж скользь отмечу, что другой вариант реализации ячейки адиабатической сверхпроводниковой логики Это адиабатический квантовый параметрон Он нам еще будет нужен Вот его схема представлена здесь Как видите, это у нас интерферометр, двухконтактный интерферометр с индуктивным шунтированием Надеюсь, наши уважаемые дистанционные участники обратили внимание на сей факт Чем такая система интересна? Ну опять в ней можно реализовать именно адиабатические логические вычисления Более того, мы относительно недавно в статье вот этого года В письмах в жертв обсуждали возможности эффективной модернизации Старых адиабатических эндсквидов и квантовых параметронов Отталкиваясь от идей сделать более гладкой Более подходящей для адиабатической в пределе обратимой инволюции Профиль, например, джизофсоновской энергии систем Вот так выглядит профиль для простейшего варианта адиабатического параметрона Видите, вот здесь два джизофсоновских контакта Вот все то самое индуктивное шунтирование Вот так выглядит движение в варианте реализации 0 операции Вот так выглядит движение при реализации операции 1 Здесь идея в том, что да, мы не перепрыгиваем через главный горб на таком потенциале Это безусловно очень здорово, это очень серьезный шаг к адиабатичности вычислений И в пределе к их обратимости Но тем не менее, если присмотреться к рисункам Видно, что здесь есть некий потенциальный барьер Который все-таки приходится преодолевать системе На сечениях, которые представлены в углу рисунка Все-таки видно, что переходя из состояния 0 в состояние π Вот в этой ячейке Определенный барьер системе преодолевать приходится Оказалось, что если сюда добавить джозефсоновский пик-контакт Ну вот как Игорь Игоревич предлагал Модифицировав потенциальную энергию системы Мы придем к куда более красивому виду джозефсоновского потенциала В котором происходит эволюция при выполнении логических операций Сам размер потенциального барьера станет значительно меньше Это позволяет существенно выиграть по энергоэффективности Ну вот здесь представлены результаты наших расчетов Для различных модификаций адиабатических ячеек С использованием π-контактов Удалось добиться весьма хорошего роста энергоэффективности Как видно из представленных картинок При переходе от, например, обычного энсквида От обычного энсквида К энсквиду с дополнительно введенным π-контактом Также, работая с теми же адиабатическими квантомыми параметронами Удалось добиться такой важной вещи Как, скажем так, однозначной эволюции потенциала Если взять сам исходный вариант адиабатического квантового параметрона Который активно обсуждался в работах Ну, например, японской группы товарищей Во главе Токиучи, по-моему, у них главный Вот взять вот эту стартовую схемку Ну, она уже немножко модифицирована Но все равно она близка по духу К тому, что Токиучи и соавторы делали То там у них проблема состояла в том Что некая возможность выбора У них равновероятные вот эти были направления И сюда, и сюда Были три ямы потенциальные Что нежелательно Вводя модификации Вводя сюда дополнительные джизационные энергии Связанные с введением схемы пик-контактов Удавалось получить вот такую вот красивую Однозначную эволюцию Мы можем вот либо так обходить Либо так обходить максимум И это получается существенно более управляемая система То есть на практике это означает Что у нас еще и передаваемый Магнитный поток ячейки к ячейке Это очень важно для таких схем Чтобы на практике реализовать их работу Это мы тоже убедились Вот мучаясь с теми же связанными Магнитным образом нейронами Переход к системе с пик-контактами Существенно, очень существенно позволил увеличить площадь под графиком То есть позволил увеличить передаваемый поток Точно так же здесь нужно исследовать и контролируемость системы Самый простой вариант оптимизации N-Squid Дополнительной контролируемости не дал Но эту проблему придумали Как решать Перешли к вот такой вот составной системе Которая дает нам хорошую В каком-то смысле однозначную Без паразитных потенциальных ям Энергетическую поверхность Дает очень хороший выигрыш По передаче магнитного потока От одной диабетической ячейки к другой И дает достаточно заметное увеличение контролируемости системы А теперь это то, что было А теперь к постановке вопроса От чего мы хотим Вот Михаил Юрьевич, вы помните, как мы с вами впервые познакомились? Нет А я вот помню Много лет тому назад Василий Кириллович Семенов Приезжал из США В славную Москву С замечательной идеей Вот он как раз тогда Придумал и начал делать Энсквиды Интерферометры С отрицательной индуктивностью И в принципе там прям на практике Удалось продемонстрировать Экстремально высокую энергоэффективность Таких адиабатических ячеек И сказал Василий Кириллович следующее Ну я уж не нашел, к сожалению, вот ту старую презентацию Которую я внимательно изучал В 2000 каком, Игорь? Наверное, в 2011 году Наверное, где-то в 2010 или 2011 году А идея была следующая Вот тут у нас передается двухъявный потенциал А что если все вот это будет В квантовом режиме? Ну то есть если у нас будет Характерное действие Для ячейки С измеримо с постоянной планкой Если мы сумели реализовать Ну квази-адиабатический Режим эволюции системы А для Энсквида Или там для модернизированного Энсквида Это вполне возможно То тогда вроде как Мы получим Квантовую шину данных У нас в квантовом режиме Вот эта двухъявность будет передаваться В пространстве Из точки А в точку Б Будут переезжать Квантовые данные А реализация шин данных В квантовых компьютерах Это страшная проблема Да умеют парами Запутывать Относительно близко Находящиеся Друг к другу Сверхпроводящие Квантовые биты Но передать Квантовое состояние Из левого угла Небольшого чипа В правый угол Небольшого чипа Это и тогда было Сложной задачей И сейчас остается Одним из Хай топик Так до сих пор Эта проблема Решена и не была Решена и не была И вот тогда Пытались мы В меру своих сил Подступать К Скажем так Квантовому измерению Этой проблемы Определенные Достаточно тривиальные Результаты Получены были В принципе удалось Прям промоделировать Некие цепочки В том числе Круговые цепочки Вот таких вот Адиабатических ячеек Игорь Игоревич Даже спроектировал И в итоге нам Добрый Хайперс Изготовил Несколько образцов Заготовок Под такой вот Вариант Адиабатической Квантовой Шины Передачи Данных И такое предварительное Моделирование Тогда давным-давно Выполненное Показало Для двухям Подопереджение Допустим Допустим В седьмом Интерферометре В цепочке И высоту Потенциального Барьера И асимметрию Такого потенциального Барьера Ну а как Нам все Скажут Для такого Двухямного Потенциала Как раз Возможность Независимым Образом Контролировать Вот эти две Его характеристики Высоту Разделяющего Ямы Барьера И асимметрию Потенциала Это и есть Первый шаг К тому Чтобы реализовать На основе Такой системы Квантовый бит А если Это все Будет работать То Мы получим Не просто Квантовый бит А летающий Квантовый бит Flying qubit Передающий Данные От ячейки Ячейки Тогда К сожалению Ну вот эта работа Не встала Никого она особо Не заинтересовала Но сейчас Как-то прошло Некое время И есть надежда Что Просто Ну за счет Прогресса В технологиях За счет Определенного Развития То что Тогда казалось Выполнить Совершенно нереально Сейчас уже Не настолько безумно Поэтому давайте Послушаем Павла Пекунова Ему сейчас Предоставляем слово Который нам Расскажет О его попытках Промоделировать Уже на Квантово-механическом Уровне Динамические Процессы Ну и спектры Динамические Процессы Динамику Состояний В ячейке Единственный нюанс Я больше Тогда ориентировался На n-сквиды По понятным причинам Сейчас нам Как-то Чуть больше нравится Адиабатический Квантовый Параметрон Но надо понимать Что это просто В каком-то смысле Разные сечения Одного и того же Потенциала Разные подходы К реализации Одного и того же Принципа Поэтому Павел Пожалуйста Переходим К вашей Части доклада Берите слово Меня зовут Владимир Ильич Я аспирант Первого года Обучения Фисфакт Энгол Постреком Марина Валерьевна В следующей лаборатории Теоремонстрации 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 И чтобы Затягивать Сразу приду Плаву Я сначала Расскажу Про модели Гаусс Энгол Это тот самый Адиабатический Контакт Неймрон Расскажу Немного Как получается Георгенян Таких систем Расскажу О функциях Мотивации О методах Решениях Которые я использовал Далее Будем изучать Катюрование энергии В зависимости От различных Параметров Изучение Самих Переходов Ландау Зиннера Дальше Оценим Фиделити Которые мы Достигли И построим Как параметров И оценим Теоремонстрацию Ну вот Собственно Сверху Можно переключить Да-да Я переключил Собственно Схема Галстерона Показана Слева Прошу прощения Павел Я иногда буду Влезать с комментариями Извините ради бога Чтобы было понятней Вот То что Павел Называет Гаусс-нейроном Это Вот как раз И есть Наш Адиабатический Квантовый Параметрон Почему Павел Называет Гаусс-нейрон А потому что Об этой Задаче Мы вспомнили Весьма Специфической Ситуации Изучая Поведение Ячеек Сверхпроводниковых Адиабатических Нейросетей На радиальных Байсных функциях Где вот Эта Многоликая Система Выполняла Важную роль Ну собственно Она там была Гаусс-нейроном Поэтому Если вы будете Слышать По инерции Слова Гаусс-нейрон Гаусс-нейрон Прошу Не переживать И не напрягаться Это Все тот же Наш самый Прометрон По сути дела Хорошо Ну Вормально Чтобы получить Гемертония Это же просто Нарисованная Такая схема Мы Пишем Электрую Систему Уравнений Которая Представляет Из себя Первые Трех Зла Самоходящих Токов Коронавируса И Для двух Удров Мы Пишем Уравнение Балансов Фаз Ну и Также Капп Корсили С Джей Модели Мы Записываем Полные Токи Через Джессанские Контакты Но С тем Отличием Что В данном Сто Чем Полагают Шутирующую Резистивность Достаточно Систему Типоцарь Промоги Но Она С собой Представляет По Сенсор Осциллятору Скеметической Потенциальной Энергии От таких Систем В принципе Остазотически Известно Известно И Вот Он Записан Где Пи Пета Ш Это Фаза Сдвига Которая Постоянная Она Нужна Для Моделлера Сетей Али Мало Что Могу Сказать В данном Пси Представляется Вот График Справа Представляется Прямоугольной Функцией Павел Секундочку Вот Один Комментарий Что Такое Т Т И Пси Просто Чтобы Всем Было Понятно У вас Здесь Т Т И Пси Это Фаза А Да Все Прошу Прощения Это Я Виноват Т 1 Т 2 Это Начало Подъема И Время Спада А Д Отвечает За Время Раст За Чесну Подъема Спада Это Очень Важно Теперь Смотрите Прошу Отпрощения Опять что Прерываю В рамках Как бы Новой Обновленной Парадигмы В принципе Мы можем Утверждать Что Задавать Для Модельных Каких-то Исследований Динамики Такой Вид Для Выделенной Ячейки Такой Вид Внешнего Потока Входящего В выделенную Ячейку Вполне Разумно Насколько Я помню Вот результат Своих Моделирований Которые Ну правда Для НСКВИД Были Но я думаю Для КФП Все примерно То же самое Вид потока Который Входит В КАТ Интерферометр В передающей Линии От К-1 От предыдущего В принципе И неплохо Описывается Вот такой Вот Сглаженной Трапецией Единственное Что здесь Параметры В духе Там Д И так далее Будут Никакие Угодно А они Будут Связаны Просто С Вот этой Вот Передающей Линии С Характеристиками Связей Индуктивности Емкостей И так далее Вроде Здесь Такое Воздействие Рассматривать Дальше При анализе Динамики Вполне Разумно Простите Ну и чтобы Получить Амператор Гелетона Нужно Вести Привести Процедуру Гранического Параметра Вдя Кремонтационные Соотношения Между Ими С Ими Фаз Ну А сейчас Там Это Процедура Ну Тут Приведены Потенциальные Профиты Можно С Здесь Здесь Приведены Потенциальные Профили Системы Для Различных Индуктивностей Так При Мишней Рисунке При Л Равном 5 У нас Потенциальный Профиль Представляет С собой Просто Одну Конку Ялу И в Процессе Эволюции Очень Он Меняется Но Если Мы Увеличим Достаточно Индуктивность То Во-первых У нас В Д Равном Нулю Потенциальный Профиль Будет Представляться Уже Себя 5 Ял И в Процессе Он Будет Меняться И Это Изменение Приводит К Сбряжению Урова Дискретных Систем Что Может Вызвать Проблема Для Использования Данной Системы Как Галочного И Вот Андреем Щеголевым В Его Кабидатской Диссертации Была Рассмотрена Данная Система В Классическом Случае Он Использовал Эту Систему Как Элемент RBF Сети Которая Состоит Из Трех Слоев И При работе И Использует Вероятность На подход Проспознавания И В качестве Активационной Функции Как раз Таки Используется Как правило Гаусс Функция И В рамках RCGA Модели Было Разработано Антическое Писание Модели И Неполученный Вид Гауссовых Функций И Было Интересно А как Эта Система Будет Вести Себя В Квантовом Режиме Получится ли сформировать Фегуральные Характеристики В Адиапатическом Режиме Классики И Прежде чем Ведеть Пробеду На данный Вопрос Я Немного Расскажу Про Метод Решения Ну Решаем Уравнение Фонное Именно В В Наверном Базисе Мы Можем Записать Пробеду Режиме Трамат Цеплотности И Тогда Режиме Продейминг Пишется Следующий Вопрос Так Павел Секундочку То есть Это Вопрос О том Что мы Исследуем То есть В данном Случае Мы Исследуем Эволюцию Состояния Которая В общем Случае У нас Может быть И Нечистым Для Такой Квантовой Системы Что Логично Ячейка Заведомо Не Изолирована Она Часть Например Какой-то Более Сложной Сети Или Передающей Линии И Здесь Как раз Выбор Такого Подхода Кажется Адекватным Хорошо Минусом Такого Подхода И Каждый Магнит Деньги Должны Переходить От Базиса К Базису Здесь Показана Как раз Формула Для Перехода От Базиса Прошлая И Текущая Дело В том Что Мандрица Гринтонова Такой Системы Она Достаточно Большая И Нужно Большое Количество Во время И Это Достаточно Затрудительно Если бы Мы решали Картинат Представления Мы Использовали Также Записывали Гринтониант Гринтониант В терминах Операторов Рождения Меченошек Для них Просто Здесь Стандартные Выражения Для Картинатов И Решали Все это Методом Рунгик Справа Представлен Все Другого Да Модеря Ну и Собственно Вот Самое Главное Для чего Собственно Гаусс Нерон Вы создан Это Функция Мотивация Как видно При малых Индуктивностях Рисунки Слева Действительно Если Начальный Момент Время У нас Заполнено Основное Состояние У нас Активационная Функция Проксивирует Гаусс Функцию Время Если Мы Увеличим Эктивность У нас Появляется Осцеляция Мы Не совсем Понимаем Почему Так Происходит Происходит Из-за Того Что У нас Из-за Основного Состояния Начало Перетекать В первую Возбужден И происходили Вот такие Вот Отселяции И Прежде чем Перейти К Основной Теме Я Раскочил Про Переход Ландаус Синя Стандартную Задачу Так Я Сейчас Переключу Только У меня Важный Комментарий Я думаю Все понимают Что Опять Так В той Парадигме Которую Я Вот Сегодня Начал Представлять Функция Активация Это Что Такое Это По сути Что Передает Наш Вот Этот Интерферометр Наша Ячейка В Квантовом Режиме Получив От соседа К Минус Первого Передает Следующему К Плюс Первому Здесь Нам Вот Такие Передаточные Характеристики Ну или По старому Если их Называть Функции Активации Все равно Крайне Крайне Нужны Вот Давайте Да Вот Смотрите Вот Это У нас Если я Правильно Понимаю Поток На Выходе Ячейки От Потока На Входе Правильно Вот На Этой Картинке Да Вот Эта Картинка От Следующей Чем Отличается Это Если Другое Начальное Состояние Правильно А Вот Это Все равно Вы Стартуете С основного Состояния Но Получаете Биение Потому Что У вас Походу Происходит Возбуждение Вышележащих Уровней Правильно Это Просто Для Большего Л А Это Для Какой Индуктивности Картинка Была Получена Для Пятерочки Да Ну Я К сожалению Да Тут Может Потерялось При Это Сказать Передаче Проблемы Передачи Данных Могли Возникнуть Нет Это Фи Экст Это Фи Экстернал Ну Видимо То Что На Вход Фи Ин Подающийся Так Приходил Абраузер У нас Стандартная Задача Рассматривается Двухуровневая Двухуровневая Система Вельта Отвечает За Минимальное Расстояние Между Этими Уровнями А Эпсилон Отвечает За Эволюцию Двухуровнева В Время Время И Можно Ввести Уровни Энергии В момент Анти Анти Кроссика И Можно Ввести Ну Нандау Зиннер Рассматривали Аккорсимацию То есть У нас Линейным образом Сбряжают Сборы И В таком Случии Есть Классические Формула Дау-синнера Что Вероятность Перехода С Ну Левого На Первого Воспожденное Отписывается Корреспондент На Гамма На Всякий Случай Если Кто Не Понял Почему Здесь Есть Зависимость От Времени На Систему Действует Фи От Т Зависящий От Времени Импакт Который Меняет Спектр И Приводит К такому Сближению Уровней Которые Называют И вот Эта Гамма Она Зависит От Чего Во-первых От Коэффициента А Это Дельта Дельта В квадрате То есть Расстояние Между Уровнями То есть Чем У нас Ближе Уровни Находятся К друг Другу Тем Вероятнее Переход Выше Стоящий Уровень Стоит И От Коэффициента А А А Это На сути Скорость Ближение Этих Уровнев Если Переводить На Язык Нашей Системы То Дельта Такое Остается Расстояние Между Уровнями Но А Это По сути Наш Параметр Д Чем Он Больше Д В Входящий Погода Чем Он Больше Тем Быстрее Сближается Уровень И Тем Вероятнее Переход Тем Он Меньше У нас Тем Меньше Вероятнее Переходим Ну и собственно здесь показаны уровни энергии первых пяти уровней при некоторых параметрах Вот слева сверху картинка Это При Создании Препарактора Когда ландоузеровских переходов нет Да У нас маленькая индуктивность Дальше Если мы Рассмотрим картинку слева снизу У нас здесь уже достаточно большая индуктивность Во-первых И у нас есть Множественные Антикроссики Но Так как Нам нужно Использовать Ну задача вообще в чем Нужно Использовать данную систему Не только как Галпс Миру Но и как возможно Вспомогательный Путь Как вы хотели Вспомогательный Дорог Насколько я понимаю И Нам нужны Только антикроссики Между первым Между основным И первым Возбужденным Муром А в данном случае Желтая клева и зеленая Она тоже на самом деле Антикроссика А она в свою очередь Красная И у нас будет Тоже заключается Утечка В вышестоящие Вышестоящие Состояния При этом Еще у нас Несколько Переходов На мой взгляд Что тоже По сути Достаточно плохо Потому что Нам будет Разобраться Поэтому Мы выбрали Как Лучшего Вариант Картинку Снизу Справа Когда у нас Один Вангаузеринский Переход Когда у нас Уровни Начальный момент Переход И Сликшийся И Начали Рассматривать Такую Систему На данном Слайде Представлены Анимации Следующий Слайд А проигрываются Анимации Просто Если не проигрываются Проигрываются Красота Вот здесь На данном Слайде Показаны Просто Анимации Всегда Просто так Удобнее Делать То Удобнее Искать Нужные Параметры Ну Здесь В зависимости От Джессонской Энергии И Энергии Характерная Емкостная Энергия 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 Отвечает За наклон И за Расстояние Между Удобнее То же самое Только Изменяется Сначала Идем дальше Идем дальше Не происходит Слипания В начале Момент Время Так Тоже еще Анимация Красота Понятно Так Вот И далее Мы Рассматривали Строили Графики Для Индуктивности Для Мы В начальный Момент Время Заселяли Основной Уровень Да И В каждой Точке При определенном Д Параметре То есть Крутизне Походящего Потока Мы Изучали Зависимости От Эффективности И Видно Что Они Осценируют И При этом Есть Значение Уборы То есть При которых В конце Входящего Потока Мы Приходим Единицу То есть У нас Полностью Заполнен Первый Мод И Что И Меняется С Увеличением Мод То есть Увеличением Скорости Движения У нас Видно Что Максимум Да Глобальный Он Смещается В сторону Меньших Значений Но Это Достаточно Понятно Если Посмотреть На Классическую Задачу Ландавра Скинлера У нас Расстояние Между Умором 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 При этом Умором Скорости И Нам Нужны Меньшие Д Смором Можно Уменьшать Но Умором При этом Уменьшать Время Уходящего Попроба Можно Следующий слайд На данном Графике То же самое Единственное Что мы L фиксировали A D A D Искали Зависимость Здесь Тоже Имеется Точки В которых Присходит Полное Заполнение Первого Возбужденного уровня И Также Можно Сделать Тот же Самый Говорит Что При Больших Знач Продуктивности Нам Нужно Уменьшать Скорость Отече Кубитов То есть Получается Что При помощи Уже Обсуждавшегося Ранее Ландау-Зиннеровского Управления Мы Можем Мы Можем Варьируя D Добиться Следующего Что При Относительно Плавных Потоках При Относительно Плавных Потоках Когда Мы Дополнительно Не пытаемся Ускорить Эволюцию Систем У нас Ну Грубо говоря Никакого Управления Не происходит У нас Духъявный Потенциал Перебирается В пространстве При этом С энергетической Точке зрения Там Ситуация Такая Что мы Живем Далеко От Уровня Антикроссинга И все Хорошо И мирно Да Но Но Если нам Вдруг Нужно В пути В пути Прямо Вот на нашей Шине Передачи Данных Что-то Нехорошее С этими Данными Совершить То есть Некую Операцию Произвести Например Состояние Ноль Перевести Состояние Один То Как раз Как раз Вот эти Картинки Вроде как И говорят Что в принципе Можно найти Такие Параметры Где Вот это Вот это Самое Ландаузинеровское Управление Даст Нам Ну Более Менее Нормальный Переход Из состояния Ноль В состояние Единицы То есть Операцию Нот Нам даст Вроде Логично Звучат Слова Нет Возражений Павел Марина А утечки На вышележащие Уровни В данном Случае Вы Смотреть Не пробовали Давайте Отлично Простите Я думал Вдруг здесь тоже Какая-то Анимация Поэтому И щелкнул Мы выбрали Точку На Прошлых Графиках И построили Собственно Диагональные Построили Графики От Для Диагональных Элементов Подробности Что Является Прокоплость И мы видим Что в начальный момент Времени У нас все Сидел В основном Состоянии И по Прошествию Внешнего Внешнего Потока Мы приходим В Италии Все Переходят В первом Взбужденном Заспоре При этом Утечка Первая Приезжает В втором Взбужденном Достаточно Она Очень Мала В данном Графике Даже А сколько Очень Мала Это Сколько 10-4 10-4 Утечка Понятно Спасибо Спасибо Вот И Это всего лишь одно начальное слово Давайте Мы решили построить При таких же параметрах При других начальных словах То есть мы Должны посчитать Среднюю Фиделити Выберем Дополнительно Вот Одну точку в полюсе На сфере блоха Мы посчитали Теперь Нужно еще 4 На Экваторе Сферы блоха И Отличку Полюса Сверху Да И там вот Следующие слайды Показывают Что При всех Данных При всех данных Начальных условиях У нас Реализуется Хороший переход То что нам надо То есть Реализуется операция И вы в итоге Как бы Считаете Ну в каком-то смысле Средняя Да По По всем выбранным Ну стандартный подход И В этой точке Мы добились Дальше 4.9 Мы выбрали Другую точку Чтобы убедиться Что она не единственная И получили даже чуть больше Но чтобы каждый раз Не смотреть под таким графиком Лучше построить всего Карту параметров От Основных параметров системы Это от индуктивности Что регулирует Сближение уровня И от параметра D Уходящего потока Который регулирует Скорость Сближение Можно следующий Да И мы построили Такую карту Но оказалось Что она По сути Остеллирует Да И мы Дополнительную зависимость Это Как заполнен будет Первый возбужден уровень В зависимости от DT А DT Это по сути Расстояние между D2 и D1 Мы его можем ненять Тем самым В момент сближения Уровень Ненять фазу У первого возбужденного состояния У первого возбужденного состояния И мы можем На каждой точке данного графика По сути Перейти в макс ОДД И построить новый график Который показывается право И здесь уже более информативно Оказывается Есть огромный Область параметров При которых При настройке по DT Можно Сейчас Я вот сейчас Прошу прощения Павел Потерял вашу мысль Может я не на тот график пришел Мне кажется Это было предыдущий слайд Нет, нет, да А, предыдущий слайд Да Еще предыдущий А, вот здесь Все, я прошу прощения Я просто смотрю На самом деле Да, все Простите, пожалуйста Я устакал То есть мы Можем Менять DT Приходить В максимум На данном графике В каждой точке Для каждого D и L И Мы нашли Что Обнаружили Что Есть целая Область Большая параметра При которых Реализуется Такой большой Федерит Так, секундочку 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 Вот я вижу Сейчас у себя На слайде Что обе области Параметров От D и L Построенные Да, да, да Так и есть Да, в чем разница? Разница в том Что Мы не оптимизировали По DT То есть мы просто Меняли D и L А, все, понял То есть один вариант Это Не оптимизированный А второй Это вы каждый раз Ищите оптимальное ДТ Мы по сути приходим Когда выбираем Просто D и L Мы не знаем Какую Мы не регулируем Фазу Момент Сближения А это Можно тонко Настраивать И выбирать Максимально График Утро Один И в итоге Получается Большой область Параметра Но он Статья широкая И чем Примечатель Эта графика Индуктивность Когда В железе Все это делают Она фиксирована Да? И будет Приятно Если Эта Индуктивность Делать Очень точно И в итоге Примодную Силу Уходной Поток И попасть В Следующий Ну вот На данном слайде Показана Утечка При В Точке Я не указал параметры В точке Которая Фиделити Большой Понятно Видно Что Во втором Возбужденном Уровне Утечка Порядка 10 Минус Почти 10 Минус 5 На второй Возбужденный На третий Плюс-минус Такая же 10 Минус 6 Ну а следующий Уровень Там На самом деле Можно даже Ничего Да Ну вот Справа Показана Показана Ну видимо Как выглядит Спектр В той точке Которая Нас интересует Республика Есть Осцилляция Узеленая Игра Почти В конце Просто Потому что Есть Маганозинский Так Так Следующий Слайд А на данном Графике Я решил Увидеть Выкрутить Эль Да Чтобы Максимально И при этом Д Оставить Такой И видно Что Все Утечки Возросли То есть Нам Если Мы Сильно Увеличиваем Этоктивность То У нас При Измене Преемьем То У нас Происходят Утечки Не только Во второй Возбуждении Но и на третьей А возможно Нам и нужно Учить Учить Еще и четвертую И это Достаточно Ну то есть В этот диапазон Параметров Нам уходить Не надо Мораль Так И я Если можно Уже к выводам Вас Подталкиваю Хорошо А то я просто Вижу Аудиторию Аудитория Немножко Выпадает В осадок Все Давайте Ну Я Основные Выводы Мы Рассмотрели Эволюция Состояния Город В области Параметров Мы Показали Что Используя Такие Перекоды Возможно Переводить Систему Возбужденное Состояние Достаточно Большой Фиделити И Найдена Оптимальная Область Параметров При которых Фиделити Максимальная И Рассмотрено Что Существенным Сечкам Происходит Система Происходит Лично Второй И третьим Понятно Понятно Смотрите Можно я Тогда Свою Пять Копеек Вставлю По Поводу Заключения К нашему Текущему Обсуждению Всех Желающих Предлагаю Подключаться И Комментировать Меня Изначально Все-таки Мучила Постановка Вопроса Постановка Задачи Да Мы Рассматривали На примерах Других Адиабатических Нейронов Возможность Их Работы В квантовом Режиме Но Пока На текущий Момент Ну если Быть Объективным Эти наши Публикации Какого-то Супер Грандиозного Отлика У общественности Не вызвало Как-то Основной Вопрос Был Зачем Вы Так Мучаетесь Зачем Вы Так Убиваетесь Вы Же Так Не Убьетесь Что Же Вы Показываете Сейчас Здесь В этой Работе Если Посмотреть На нее Немножко С другой Стороны Вы Показываете Необычный Потоковый Кубит Который Построен На Основе Ячейки Базовой Ячейки Адиабатической Сверхоплодниковой Логики Вы Показываете Кубит С хорошим Ландао Зинеровским Управлением Верно Есть Области Параметров Где На Основе Как раз Необычного Ландао Зинеровского Подхода У вас Получается Эффективная Реализация Однокубитных Простейших Операций Ландао Зинеровский Подход В среднем Да Безусловно Как-то Был Сильно В тени Стандартных Раби Техник Ну просто Потому что Он Сплошь Рядом Дает Вот как раз Большую Утечку И не позволяет Реализовать Хорошее Управление Но Если мы Говорим Про управление На лету В процессе Передачи Данных По Квантовой Шине То других Вариантов То и нет Мы там Не сможем Подводить Нужным Образом СВЧ Возбуждение Ничего другого Кроме Ландао Зинеровского Подхода Здесь Не остается Вот мне кажется Мне кажется Особенно Если учесть Что У вас И Гаусс Нейроны Получались Ну как бы Так Такие Себе Да Вот если Это учесть Да Ну посмотрите Они Ой Простите Я Перескочил Да То есть Они Ну какие-то Получались Но Мягко говоря Не 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 Впечатляющие То может быть Поменять Парадигму Товарищи Я никому не навязываю Это вот прямо Сию секунду Я просто говорю Что может быть Вот эту вот мысль Пережить Да 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 Потому что смотрите Как гаусс нейрон Он получается Ну пока Не очень хорош А вот может быть Как ячейка В квантовой шине Данных Да Как Ячейка Для летающего Кубита Это может быть Даже очень-очень Неплохо Здесь есть проблема Там Серьезная Вот настройка ПДТ Да Потому что Вот я говорил Что в каждой точке Возможно настроить Подсигнал Здесь есть проблема Что весь Входящий импульс По длительности Занимает Ну Ворядом Пятидесяти Наносекунду Да А вот этот вот Кончик Да Максимум Он Нужно попасть В общем Ну Десять Минус Двенадцатой Секунды Десять Минус Одиннадцатой Секунды И нужно Либо Ну то есть Пикосекунды Нужно попасть Да То есть Иначе Иначе Просто Будет Ну Случайно Мы будем Гулять Вот по этому Графику То есть Будем Вот по Вот По вот Этой Вот Поверхности Вот так Вот Как-то Бродить Да Ну Скорее Все Если Точность Этого Уходящего Потока Будет Меньше Чем Период Да Ну Нет Меньше Чем Бериод Конечно Меньше Чем Ну Меньше Чем Бериод В принципе Будем Получать Случайный Результат Боже Каждый Ну Логично Логично Понятно Потому что Мы Агуляты И Нужно Решать Проблему А решать Ну Вот У меня Идея Есть Нужно Ну Вот Период Этих Осцелляций Да По сути Зависит От Расстояния Между Между Уровнем Волевым И Первым Да Нам Нужно Уменьшить Кондуктивность При этом Увеличить Скорость Нарастания То есть Увеличить Расстояние Между Уровнями Увеличить Скорость И Восприжение Чтобы Снова Было Хорошим Уважным Увеличить При этом Возможно Утечка Большая Утечка Вышестоящая То есть Нужно Одновременно С этим Отодвигать Как Отодвигать Вышестоящие Иначе Начинаю Фантазировать Тут уже В каком-то Смысле Вопрос К нам Было бы Любопытно Ну что-то Вот в духе Того моделирования Что раньше Делалось Для цепочек Нсквидов Сделать Для цепочек Как УФП Вот то Что делал В свое время Андрей Евгеньевич Посмотреть На вот эту Вот передачу Какие там Ограничения На Д Возможные Ну в общем Что там Такое Может Может быть Вот это Вот Надо Продумать Но еще Что меня Сильно Пугает Это конечно Что у нас Будет Видеть Соседний Интерферометр Когда вот Такая Штука Происходит Если у нас Какая-то Совсем Гадостная Функция Передачи Будет То Тут конечно Вопрос Вопрос Что он Собственно Видит Ну что ж Большое спасибо Товарищи Давайте так Может быть Дальше Там на следующей Неделе У нас Будет Как раз Повод В том числе В кулуарах Продолжить Обсуждение Этого Интересного Факта Этой Интересной Системы Я надеюсь Что мы сейчас Как-то Обменялись Воззрениями Надеюсь Это будет Полезно Для Всех Участвовавших Спасибо Всего Хорошего До свидания Продолжение следует